Аллилуйя! Кстати, вот, да, сейчас у меня здесь есть, скачал здесь библейский календарь, еврейский календарь, 30 ава, да. Сегодня вечером завершается месяц ав библейский, и что, начинается месяц Элун. Сегодня на служении об этом я так немного сказал, вот, и была трансляция, надеюсь, вы подключались, друзья, я вижу там просмотров, там уже порядка 90-80 с чем-то просмотров, думаю, слава Богу, молодцы. То есть подключаются люди на трансляции богослужения. Я был сегодня в гостях в церкви у моих друзей, церковь называется «Исцеление народа». Пастор Константин Алексеев, это мой старый друг, это мои старые друзья, вот, и я уже не раз служил у них в церкви, вот, и церковь такая, харизматичная церковь, вот, и они, кстати, следующую субботу они будут молиться за исцеление, там у них там специфические такие, молитвы, слава Богу. Вот, ну и сегодня тоже молились за исцеление, вот, и ваш покорный слуга также молился сегодня за народ. Там у них такая межконфессиональная церковь такая, потому что люди там у них очень разные, там отец Сергий Фомин бывает, да, вот, с Киевского патриархата ПЦУ. Вот, потом, значит, сегодня еще один священник был соборно-правной церкви, значит, да, значит, украинской. Интересно, да, слава Богу. Вот, пастор Константин, он вообще такой открытый очень для общения с верующими, да и как и многие, в принципе, харизматические церкви, какой есть минус определенный, конечно, харизматического движения, но есть огромный плюс, который перекрывает все минусы фактически. Это открытость такая, не сектанское такое мышление, а такое христианское, ярко выраженное христианское мышление. Вот, единство веры в единство церкви, этого так не хватает во многих других ветвях христианства, как правило. Такая живая экклезиология, понимание церкви как тело Христово, это в харизматическом движении это очень ярко выражено просто вообще. Вот, и пастор Константин для меня один из таких ярких, ярчайших примеров того. Вот, слава Богу, то есть совершенно не сектантского типа, церковь такая открытая к Господу, к людям, вот, независимо от их религиозных, там всяких политических, там и прочих воззрений. Слава Богу, церковь такая должна быть. Вот, и сегодня, конечно, служение было такое насыщенное очень, потом еще и общение было после служения, да, мы, значит, с пастором Константином общались еще, вот, он меня привез сюда к дому. Вот, и, слава Богу, я сегодня у захвате, да, я сегодня под впечатлением таким огромным, сегодня просто захвачен этим служением, до сих пор еще вот переживаю вот это вот благодатное такое прекрасное чувство, вот, знаете ли, такого насыщенного Богом служения. Спасибо тебе, Господь. Вот, сегодня, я думал, еще успею на служение в другие церкви некоторые, но, нет, нет, это, я даже чисто физически уже, даже чисто эмоционально просто не смог бы больше уже даже и физически побывать. А так, в Киеве в субботу много очень служений адвентисты, здесь прекрасные служения адвентистской церкви субботние, потом мессианских евреев, разные собрания потрясающие, здесь, включая самую большую, здесь, кемода, киевская еврейская мессианская община. Опять не получилось у меня быть в эту субботу тоже у них, ну, ладно, Бог усмотрит, может, как еще следующие, может, субботы какие. Вот, хочу очень побывать у них, у старых моих тоже друзей. Вот, и это потрясающе, вот, не знаю, Киев, мне чем нравится, что, знаете, вот, всегда вот наполненность вот такая вот этим христианством, наполненность Христом, наполненность служением. В любом ДК, кинотеатре, комната там, везде-везде-везде проходят богослужения какие-то, выходные дни, с утра до вечера, точно, где-то есть собрания, суббота, воскресенье, да и будничные дни, слава Богу. Вот, насыщенность, вот, именно, служением молитвы возносятся с этой земли, как фемиам, это прямо вот, порой даже физически это ощутимо, шкурой, будем так говорить, ощутимо, как вот действительно фемиам молитв поднимается святых, слава Богу, святая земля. Ой, сегодня Валеру Коропов вспоминали после собрания, добрым словом, вот, царство небесное, как говорится, уже человек уже проставляет, уже на небесах уже Господа, вот, Валера, молодец, конечно, он потрудился, вот, многие его песни, они действительно стали просто, ну, как гимнами пробуждения украинского, гимнами вот этой реформации украинской, слава Богу, потрясающей. Руси, всей Руси, всея Руси, его песни так и можно назвать, гимны всея Руси, потрясающе. Мне очень нравится его творчество, вот, и в этом году, в начале этого года он ушел в вечность, ушел к папе домой, на небеса, но песни его, они продолжают звучать, мне кажется, даже сейчас по церквям, даже еще больше, даже еще звучать, чем даже были при жизни его. Вот, и в нашей церкви мы поем его песни, очень люблю творчество, Арсений подключился, да, вижу, Шалом пишет, Аллилуйя, Шалом, как там детятя ваши, как ребенок ваш, вот, слава Богу, тоже переживаем, молимся за вас, слава Богу. Я братьям сказал здесь тоже как раз у нас, чтобы молились, сегодня молились мы тоже за нашего благочинного здесь, киевского, протерея, отца Алексея, прошак, да, и молимся о его выздоровлении скорейшем, чтобы он, ну, был на служении, и в служении Господу здесь, надобен он. Вот, молились за других, там, недужных, больных людей, чтобы исцелялись люди, да, вот, вспоминали и вашу семью добрым словом, слава Господу в молитве. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. И вот это один из гимнов Валеры Коропа, да, это как раз, вот, да, вот он. Вся, вся земля так долго, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Вся земля так долго на цей день чекала, коли лине з неба чистий сильний дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню счастья заспіває хтось. И этот день наконец-то до нас вернулся, он принес нам веру в светле будущего, через своего Сына, всемогутний Батько, нам дарует реки вечного жизни. Иисусу слава, Иисусу слава. Иисусу слава, Иисусу слава. Иисусу слава, Иисусу слава. Иисусу слава. Иисусу слава, Иисусу слава. Иисусу слава, Иисусу слава. Иисусу слава, иисусу слава. Богу Святому, Аллилуйя, 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 один из моих любимых псалмов, одна из моих любимых песен Валеры Коропа, да, он уже на небесах, даже не верится, в начале года ушел уже домой, слава Господу, да, приветствую, кто еще подключился, Константин, да, пишет, благодать и мир вам от Господа нашего Иисуса Христа, аминь, брат, аминь, Арсений только написал снова, да, слава Господу, пишет, да, чувствует себя хорошо, пока в больнице, утверждаем исцеление, аминь, спасибо вам и всем, кто молился, молится, слава за все нашему Господу, и еще пишет, да, да прославится имя нашего Господа, Бешем Иешуа Хамашиах, Аминь, Аллилуйя, вот это по-нашему, слава Господу, пусть Господь благословит вас, братья и сестры, вот, и сегодня благодарю Бога всемогущего, Господа нашего, Иисуса Христа, утешителя Духа Святаго, благодарю за действительно эту благодать, благодать на благодать, благодать на благодать, Аллилуйя, исцеление, освобождение, благословение, и сегодняшнее служение, оно меня подтолкнуло к этим размышлениям и молитвам, дальше, исцеление народом, так называется церковь, где я был сегодня в гостях, уже не первый раз, но каждый раз, просто окунаясь в эту атмосферу, исцеление, молитвы этой благодати, это их, да, там даже одна из песен сегодня звучавшая, что мы дом молитвы, церковь это дом молитвы, на самом деле так оно и есть, храм Божий это дом молитвы, для всех народов, и братья, сестры, действительно, как ветхозаветная церковь, как мы ее называем порой, да, вот, Израиль в своей истории, да, перед пришествием на Шиаха, представляла себя очень такое зрелище печальное, с одной стороны, религиозно, вроде бы все было очень даже на высоте, на высоком уровне, а в Талмуде даже говорится, что вот эти последние поколения, перед тем, как храм был разрушен, были самые религиозные за всю историю Израиля, и это, ну, получается, что религиозное образование было на высоте, вообще религиозная такая энергия масс, как говорится, она была на высоте, но при всем при этом, вот, да, Машех, Христос обличил народ Божий, да, обличал в том, что действительно стало все напоминать вертеп разбойников, превратили дом молитвы в вертеп разбойников, и вот новозаветная уже церковь, как мы говорим, тоже для удобства понимания есть такие термины, церковь уже новозаветная также перед тем же выбором либо быть вертепом разбойников, либо домом молитвы, конечно, имеется в виду не здание, да, которое подписано такими словами, дом молитвы, допустим, вот, баптистов, писятников, там, значит, лютеран, там, значит, там, кирха, да, или как адвентиистов, допустим, там, еще других христиан, евангельских, да, Евангелий Шагимайн, это тоже, да, дом молитвы пишется, но никто же не пишет, там, на здании церковном вертеп разбойников, да, пишут дом молитвы, то есть, ну, как бы, все-таки добрые пожелания есть такие, да, касательно церкви-то, любой, вот, но написать-то можно много чего написать, а по факту очень часто то, что люди называют домом молитвы, является действительно вертепом разбойников, чего греха таить, значит, то есть, церковь не молящаяся, это действительно вертеп разбойников, святое место пусто не бывает, в духовном мире, тем более, невозможно себе представить в пустующее место, либо мы заполняемся Богом, да, либо заполняемся чем-то другим, да, безусловно, поэтому, действительно, судьба церкви, Божья судьба для церкви, это быть домом молитвы, домом молитвы, каждый из нас дом молитвы, или же вертеп разбойников, к сожалению, вот такая опция стоит в каждом из нас, в человеках, во всех человеках, по умолчанию стоит опция вот такая вертеп разбойников, но дом молитвы, это решение наше, это быть действительно домом молитвы, спасибо тебе, Господь, за все, страх меня преследует, Арнен пишет, да, значит, нет покоя, все время тревога, молитесь обо мне, Павел пишет, а, Павел зовут, ага, Брат, здесь такое дело, что, зачем тревожиться, успокойся в Господе, успокойся в Господе, прими, совершенно любовь, изгоняй всякий страх, самое лучшее лекарство наше, это любовь, совершенно любовь Божья, вот, поэтому, сегодня, Павел, брат, дорогой, не отключайся, пожалуйста, сейчас, хорошо, не переключайся, оставайся, я вечерний не буду делать, ну, а там, как дух поведет, конечно, не буду делать такой продолжительный, сегодня тоже хлебопреломление совершим, Инночка, шалом, 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 аллилуйя, приветствую, а, Инна, раз ты подключилась, вот тебе подарок, правда, только пока виртуальный, сегодня был в гостях, в церкви, да, значит, и вот благоставили меня, здесь заходили в Новус, и вот пастор Константин лично купил для тебя вот Киев вечерний, вечерний, Киев вечерний, аллилуйя, вечерний Киев, короче, вот, я знаю, это твое любимое, но пока только могу передать вот так вот, очень буду стараться довезти, не съесть по дороге, ну, ладно, шутка, привезу, так что Киев вечерний, у меня уже вот такая коробка есть уже для тебя, вот, такой подарочек, вот, а там посмотрим, может, еще что привезу еще, смакологи какие-нибудь, львовский шоколад прекрасный тоже, кава, да, Инночка, но, слава Богу, да, вот, и, Сергей, можете немного о триединстве Бога рассказать, если можно, ну, это тема семинара целого, скажу так, ну, вот, что рассказать, в еврейских древних писаниях как раз говорится, понимание Бога как триединого, есть тоже, в иудаизме тоже есть это понимание, просто эта тема не развита так, вот, как вот, в христианстве это стало догматом веры, даже в христианстве выработана догматика, выработана в этом отношении, в иудаизме в этом нету развития, но есть утверждения тоже, да, о триединстве народа Божьего, о триединстве служения, о триединстве, ну, и самого Творца, значит, да, но в христианстве есть разные, такие, философские больше такие, значит, объяснения, но вообще-то у нас в церкви в этом плане есть и единственники, и двуединственники, и триединственники, то есть я как раз на служение в прошлое воскресенье об этом рассказывал, можете посмотреть запись, она не такая большая, потому что я камеру так получилось не сразу включил, значит, и только уже свое, как бы, выступление записал, как раз об этом тоже рассказывал я, вот, но сейчас в вечерней молитве, как бы, сейчас не, опять-таки, немного не совсем в тему, говорить о единстве или двуединстве или триединстве или вообще как о множестве еще большем, дело в том, что, да, я классический триединственник, значит, как вот в православной догматике все сказано, в принципе, я это, вот, и принимаю, как бы, и принимал всегда, вот, но я совершенно по-братски у нас, мы общаемся вместе, причастие принимаем, и я проповедую и у единственников, при том очень разных тоже течений, вот, и прочих-прочих, вот, я в этом отношении совершенно не заморачиваюсь, знаете ли, потому что, как, объяснить Бога триединный, единый или двуединный, кстати, у двуединственников я лишь пару раз проповедовал в Америке, в русскоязычной церкви, в Сиэтле, есть церковь в Большом Сиэтле двуединственников, классических двуединственников, то есть верующих в Божество Отца и Сына, Духа Святого, именующего энергией, силой Бога, значит, и такие, да, вот, как в древности были, македоняне, там другие, течение 4-го, 5-го столетия, 6-го столетия даже, вот, и, друзья, знаете, здесь вопрос Бога, это как, все равно, что, допустим, догматика в этом отношении немного пошло звучит, потому что, это все равно, что, допустим, любовь пытаться объяснять с помощью физики, химии, биологии, вот, нечто подобное, вот, можно сказать, в христианстве, попытка познать Бога, вот, объяснить Бога, вот, догматично, как единственного, как триединственного, двуединственного, это вот, все равно, что, опять-таки, с помощью химии, физики, биологии объяснять, что такое любовь, но когда этот физик, химик, биолог сам влюбится, то тогда действительно он поймет, что такое любовь, вот, вот, и здесь то же самое, здесь не исследовать нам надо Бога, какой Он, а любить Его, любить, и разве единственники не являются Богопротивниками? Нет, да вы что, многие из них прекрасно, очень любят Господа, вот, и любят братьев, и, в общем-то, совершенно нет, у меня друзей много и свидетелей Богы, и очень разных людей, независимо от конфессии, и динаминации, я общаюсь со всеми Богопротивниками, ну, Боголюбцами, да, Богопротивниками нет, вот, а Богопротивников везде полно, и среди триединственников, и двуединственников, и единственников Много очень богопротивников. Богопротивники это те, кто опять-таки пытаются Бога проанатомировать, скальпелем богословия перерезать всего его. На операционном столе, как собачками Павлами издеваться над Богом, изгаляться богословием своим. А на самом-то деле, Бог намного больше, чем все наши богословия. И единственники в чем-то право, в чем-то неправо. И двуединственники тоже в чем-то право, в чем-то неправо. И мы три единственники тоже в чем-то право, в чем-то неправо. Потому что права, любовь. Если я знаю все тайны, а любви не имею, то я ничто вообще. Имею всю веру, могу и горы переставлять, а любви не имею, то нет никакой пользы мне в том, вообще никакой, абсолютно. Есть намного больше, чем богословие. Богословие, чаще всего, это пошлость, чаще всего, это очень пошлая наука. Богопротивная как раз вот наука богословия, чаще всего. Бессословие, как в семинариях правильно говорили, еще в 87-м, 88-м годах, в Загорске тогда слышал, а потом и в Ленинграде, в 88-м, 89-м годах, в Ленинграде тоже слышал, нечто подобное тоже говорили, сами же семинаристы, бессословие. Да, я теперь понимаю больше, почему так как раз семинаристы говорили. Вот, вот так вот. Но, поэтому самое главное, любить Бога и любить окружающих. Вот, понять нам его все равно невозможно. Вот, он намного больше всех наших представлений. Если миллиарды людей сложить, всех вместе, вот, и все понимания наши Бога, все вместе сложить, даже и это будет лишь песчинкой, просто на берегу песка. Это будет просто одной звездочкой, в небе усыпанным звездами просто вообще. Бог намного больше всех наших представлений. Вот, и он блаженно чистым сердцем, они Бога узрят. Не богословы. Богословы, как правило, Бога не узревают наоборот. Вот, богословие, это вот как раз чаще всего Богопротивление, такое скрытое Богопротивление. Бога проанатомировали, рассказали, читаю книги по богословию и понимаю, что это действительно бессословие. Вот, мне очень нравится, как говорили отцы древности на эту тему, что богослов тот, кто молится. И только лишь тот, кто молится, он есть богослов. Я могу перефразировать отцов древних, да не в обиду им сказано будет, могу продолжить мысли к ней таким образом. Обычно у себя в церкви об этом говорю как раз, что, ну и в гостях бывает тоже так, пару слов об этом говорю. Хотя обычно не влажу в эти богословские споры между, межцерковные. Я общаюсь с христианами очень разной конфессии, разных динаминаций. Вот, и с традиционными православными, хотя я выступаю за реформацию, значит, но, пожалуйста, я понимаю, что реформация коту под хвост вообще. Если нет любви вообще, она никому-никому не нужна. Абсолютно. Ни Богу, ни черту, никому, ни человеку никому не нужно все это. Вот, если нет любви. И, действительно, вера, надежда и любовь, а любовь из них больше. Вот, поэтому даже и причастие мы называем, как, вечери любви. Да, мы сегодня совершим причастие, вечери любви. Пожалуйста, у нас в церкви тоже и священники с разной теологией, с разным богословием тоже. Вот, и порой мы там рассуждаем, да, превращаются, да, буквально в кровь и в тело Иисуса. Или это символы, да, какая разница вообще. Главное, Христос в нас, упование славы. Как это все превращается, это не моего умодела и не нашего умодела вообще. Вот, мы в воспоминании Господа, да, ждем его встречи с возлюбленным. Это встреча с возлюбленным. А Александр Веденский об этом говорил еще сто лет назад очень прекрасными словами. Это великий православный реформатор. Как раз вот он и понимал то, что многие сегодня, к сожалению, не понимают христиане. Он очень мудрый был человек. Многие его, даже обновленцы, не понимали его этих рассуждений. А он говорил очень мудро, правильно, что самого себя прежде реформировать надо, как Грановский еще цитировал до него, Грановского. Арсений подключился, а, да, Арсений, разве, а, да, конечно, Бога никогда не опишешь философскими словами. Главное, чтобы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, рожден от Отца. Приветствую всех, а, Ли уже, Адонай, приветствую всех. Аллилуйя. Да, да, и опять-таки, тоже умственное согласие с тем, что Иисус есть Христос, Сын Божий, рожден от Отца, это одно. Можно умственно соглашаться со всем этим и исповедовать это даже устами своими, но по усам текло, как говорится, в рот не попадало. То есть, и я там был, и пиво пил, а ничего не попадало в рот. То есть, здесь вопрос намного серьезней. Иисус Христос, Сын Божий, да, да и аминь. Но это не просто умственное согласие, принятие. Это гораздо больше, чем мы можем себе представить вообще. Дух дышит где хочет, действительно где хочет. А где он хочет дышать? Там, где любящие сердца. Слава Богу. И Ганс Христиан Андерсон очень мудро сказал, он христианин, был евангельский, верой христианин, выросший в еврейских традициях лучших того времени, в еврейской школе обучавшийся, сравнивающий как раз систему иудаизма, христианства разных школ, разных направлений. И он общался и с атеистами, в его время они были не такие частые, да, на пути, но жизненно, но были. И он интересно сказал Ганс Христиан Андерсон, что, и не помню дословно, но примерно так, что многие атеисты даже не понимают, насколько они близки к Богу. Даже ближе, чем много-много очень верующих, там, христиан, иудеев, прочих. Да, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо тебе, Господь, благодарю тебя, благодарю. Сегодня совершаем причастие, и вот там брат писал, Павел, да, что у него, значит, тревога какая-то там, страх какой-то, как депрессия такие, судя по описаниям даже. Вот, знаете, совершим сегодня причастие, давайте, хлебопреломление, причастие, евхаристия, хлебопреломление. Вот, и знаете, друзья, сейчас я здесь закрою, вот, и совершенно любовь, она изгоняет всякий страх, совершенно любовь. Есть лишь одно лекарство от всякого рода депрессии, да, лишь одно лекарство от всякого рода вот такого страха человеческого. Это совершенная любовь, она изгоняет всякий страх, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Вот, и совершая причастие, мы говорим, вечер любви. Почему? Потому что мы действительно дети любви, вот. И мы рождены любовью, и созданы для любви, и можем жить только лишь любовью. И действительно, принимая божественную любовь, мы спасаемся. Только принимая ни теологию, ни идеологию, ни в православии, ни в католицизме, ни в протестантизме, нет спасения, по сути-то. Это лишь формы, которые могут способствовать, или наоборот, отвлекать, или завлекать. Но, это форма религиозная определенная, но спасает нас любовь, спасает нас сам Бог Святой, спасает нас действительно Спаситель наш Иисус Христос. И вот это таинство любви. То есть, я принимаю причастие, доколе Он придет, мы совершаем это, уже два тысячелетия без малого, мы совершаем это таинство любви. Мы преломляем хлеб с верой в то, что мы прощены. Мы прощены. Я прощен. Все, что было, есть, будет, Он полностью простил меня. С этим, это очень трудно принять, это очень трудно осознать, невозможно вообще, это просто можно любить это и принять любовью это. Вот, да. Что Он меня исцелил? Как? А если, да, хорошо, прощение, я прощен, стоп. А ведь я самого себя не могу порой простить. И часто мы сами себя не можем простить. И как? А Он простил меня. Нас другие люди не могут простить, окружающие. Вот. Знакомые, незнакомые, малознакомые, хорошо знакомые, неважно. А Бог простил. Как мне простить самого себя? Невозможно. Можно лишь принять любовью. Принять, да, и вот вечер любви поэтому святая для нас. Я знаю, а исцелен, хорошо, но сегодня я чувствую в своем теле недух, допустим, да. А как мне исповедовать? Да, несмотря на то, что я физически, допустим, да, сейчас в немощи, я знаю, я исцелен. Я исцелен. Я прощен. Даже если я не могу простить самого себя. Я знаю, я прощен. Полностью принят Богом моим. Я благоставлен. Даже если за душой сейчас не гроша. Даже если вообще не шиша. Даже если вообще ничего. Шаром покати. И в холодильнике, как говорится, мышь повесилась там. Что? Я знаю, что я благоставлен всеми благоставениями небес. И даже блюда зелени для меня будет больше, чем дом заколтого скота. С враждой и раздорами. А блюдо зелени с миром и покоем будет для меня большим чудом. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя. Благодарю. 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 Иисус, благодарю, благодарю, за все Тебя благодарю. Благодарю, благодарю, за все Тебя благодарю, Иисус, благодарю, благодарю, за все Тебя благодарю. Тебя, Господь Иисус, люблю, за все Тебя благодарю. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Роза подключилась, да, добрый вечер. Владимир пишет, да, это просто невероятно то, что вы говорите. Не знаю, это живое слово, Рема, Божье. Во Бог, во Христе примирил с Собою мир. Всех и вся примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. И дал нам слово примирения. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. И вот это таинство примирения. Мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Я имею мир с Богом, мир с самим собой, мир с окружающим меня миром всем. Через Господа моего и Спасителя Иисуса Христа. Мир во всем мире через Господа Спасителя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Господь. Благословен Ты, Царь всей вселенной. Аминь, аминь, аминь. Братья, сестры, вкусим сегодня эту вечерю. Возьмите себе хлебушка. Какой есть. У меня лепешка, вот восточная такая лепешка. Здесь покупаю я. Вот рынок лесовый здесь. Покупаю у братьев-мусульман лепешки такие. Вот, совершаю причастие. Когда нет лепешки, просто беру хлеб какой. Любой. Лаваш там что есть. И благодарю Бога, всемогущих преломляю. Вот, мацу. В церкви мы используем чаще всего мацу. Опресники вообще используем. Вот. И плод виноградной лозы. Да, все. Я здесь, а уже все уже. Ну, на шаббат скупился. До шаббата у меня был сок виноградный. Бог усмотрит на следующую неделю. Если не будет, допустим, сока, то я просто, когда нету сока, я просто воды наливаю. Просто воды. Я совершенно не парюсь в этом отношении. Потому что знаю, что Господь Бог всемогущий, Он даже там и воду, пожалуйста, однажды превратил вино. И, при том, это было на свадьбе, которая пела, плясала, гуляла. Люди были уже пьяные уже. Вот. И они уже не могли разобрать хорошее или дешевое вино, дорогое или хорошее. Вот, значит, в этот момент можно было там всякое дешевое вино поставить на стол. Но даже дешевого у них не было. И Мария, она попросила Иисуса, да, Иисус снизошел, вот, значит, да, значит, к этой ситуации с пониманием отнесся к молодой этой семье, значит, гостям, значит, хотя они уже и так были пьяны. В принципе, можно было по домам разойтись. Но Иисус решил продолжить эту гулянку, значит, и он помолился. Ну, видимо, он сам был не очень трезвый, будем так говорить. Вот, значит, и помолился, да, значит, почерпнули воду, да, принесли распорядителю тамаде, тот вкусил этого вина, ставшего вином, да, воды, ставшей вином, и сказал, о, жениху сказал, милый человек, ты не прав, вначале обычно дорогое ставят на стол, вот, а когда уже напьются гости, тогда уже все, тогда уже можно дешевое ставить уже, особенно не разбирая уже, вот, а ты, говорит, самое хорошее, ты оставил сейчас, напоследок, так нельзя делать, вот, и это показывает удивительно Божий такой характер, что это не было исцелением больного человека, первое чудо Иисуса, это не было реакцией на какую-то там особенную такую нужду, это же не было, как бы, ну, в принципе, они и так и так уже были пьяные гости, могли бы уже и все, как бы попили, все поплясали, все хорошо, разойдитесь теперь с миром, нет, Иисус не реагировал на там исцеление больного или что-то еще, а Он отреагировал просто на торжество, на вот радость, веселость человеческого сердца, да, Он хотел, чтобы люди дальше продолжали веселиться и радовались жизни, радовались Богу, славили Господа, вот, и, знаете, поэтому сегодня Бог действительно, у многих представление такое, что Иисус это был такой сектант какой-то такой, который вот, как вот в кино показывают, допустим, часто, да, в фильмах Иисус, да, такой вот, какой-то такой, нет мира сего, значит, как бы в таком смысле нехорошем, вот, или там на иконах изображают, на картинах там такой, значит, какой-то он такой вообще, ну, так мягко так говоря, как пришибленный такой, знаете, вот какой-то такой больной, какой-то психически расстроенный там и прочее. Процентов 99 всех изображений Иисуса, они такие вот, к сожалению, ну, чего греха таить. Очень немного таких вот нормальных и адекватных вот изображений. Но даже самые изображения, в принципе, они что, они могут только лишь показать какую-то грань, значит, да, истины. А по-настоящему-то Иисус отображается Духом Святым в нас, внутри нас, верующих. Это самое потрясающее изображение. Мазками, не просто, значит, там кисти, да, а вот Духа Святого, внутри нас изображается Его образ. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Вот, и совершим причастие, друзья, братья, сестры. Возьмите хлебушка, какой есть, шаббат шалом, да, шаббат шалом. Завершается уже шаббат, да, мы торжественно завершаем шаббат, благодарим Бога за эту субботу, вот, и входим уже в новый месяц, в месяц Элул, месяц Элул. А месяц Элул сегодня вечером, он прямо сейчас начинается уже как раз, месяц, первое число месяца Элул с сегодняшнего вечера начинается в этом году, первый сентября совпадает с первым числом месяца Эллула. Месяц Элул, это еще, это как аббревиатура всегда воспринимается, да, нами, они, ле-до-ди, ве-до-ди-ли, на иврите, да, то есть я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне, аллилуйя. И этот месяц наступающий, его можно назвать именно вот так, месяц трепетной любви, месяц трепетной любви. Они, ле-до-ди, ве-до-ди-ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. Слава тебе, Господь и Царь мой. Аллилуйя. Аллилуйя. Налейте себе соку или просто даже воды, возьмите хлеба, сухариков, что у вас есть под рукой. Причастие совершается не просто ртом нашим и желудком нашим. То, что входит в нас, оно не может нас не осквернить, согласно слов Машиаха, да, и не тем более осветить, нет. А оскверняет или освещает нас вот то, что в нашем разуме, то, что в нашем сердце. Вот. А самое великое, что может нас осветить, да, освещает нас, да, в этот момент, это наше рассуждение о теле и крови Господа нашего Иисуса Христа. Вот. И религиозное сознание всегда видит стакан наполовину пустым. А сознание веры, да, веры и любви и надежды всегда видит стакан наполовину полным. Вот. И вот так же и Библию читают. Религиозное сознание читает Библию, как именно наполовину пустой стакан всегда видит. Состояние веры и любви и надежды видит и читает в Слово Божье, вникает в себя и в учения, всегда именно видит стакан наполовину полным, христианин это неисправимый оптимист вообще, как правильно было сказано, вот, многими отцами, и среди русскоязычных это, по-моему, первым Проханов Иван Степанович, еще сто лет назад говорил об этом, вот так вот, друзья, совершаем причастие Евхаристии, хлебопреломление, рассуждая о теле крови Христа, рассуждение наше сейчас, о теле крови Господа нашего Иисуса, спасибо Тебе, Господь, таинство любви, таинство любви, любимого, спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру, на подножьях золотых, вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет, вот он идет, Бог мой грядет, царь возлюбленный грядет. Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя, Время пения настала, голубица чистая, вот он идет, Господь грядет, вот он идет, Господь грядет, грядет, мой возлюбленный грядет. Гряди, Господи Иисусе, возвращайся, церковь Твоя ждет Тебя, и дух, и невеста говорят ныне одно, слава Тебе, Господи, говорят одно ныне, гряди, Господи, Господи Иисусе, возвращайся, и доколе Ты придешь уже почти два тысячелетия, мы совершаем это таинство любви. Боже, возлюбленный, прекрасный, слава Тебе, Господь, тело Твое ломимо было за нас, агнец от века закланный, благодарю Тебя, Господь, за тело Твое, кровь Твоя была пролита на Голговском кресте, Боже, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, возмездие за грех смерть, да, это очевидно, но есть Евангелие Твое всему истрадавшемуся человечеству, дар Божий, жизнь вечная во Христе, Иисусе, Господе нашим. Слава Тебе, Господь, благодарю Тебя, что Ты, Бог, Святой, Творец всего видимого и невидимого, небо и земли, так возлюбил мир, что отдал самого Себя за нас, кровушку свою за нас пролил, отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Ты, Бог Небесный, Бог Святой, Отец Чудесный, благодатью нас спас, никакой Святой на свете нас от смерти не спасет. Обратитесь, Божьи дети, к пастырю, что всех спасет. Аллилуйя. Ты, Бог, во Христе примирил с Собою мир, не вменяя, не вменяя людям согрешений их, и дал нам слово примирения. Примиритесь с Богом. Благодарю Тебя за таинство примирения Твоего, Господь, таинство примирения неба и земли, примирения Творца и Творения, тело и кровь Господа Иисуса Христа. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя, Господь. За все Тебя благодарю, Ава. Благодарю. Благодарю. За все Тебя благодарю. Аллилуйя. Тебя, Господь, люблю. За все Тебя благодарю. Спасибо, Господи. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо Тебе, Господи, спасибо, за милость и отцовскую любовь, За то, что Ты единственного Сына пролил святую праведную кровь. За то, что Ты единственного Сына пролил святую праведную кровь. Он был гоним для нашего прощения, был беден, дабы в нем я стал богат. Иисус Христос, Ты раны принял нам на исцеление. За грешников был праведен, за грешников был праведник распят. Сына пролил святую праведен, за грешников. Сына пролил святую праведен, за грешников. Чтобы знали все люди на свете, то, как сильно нас любит Господь. Чтобы знали все люди, все-все-все на свете, как нас сильно всех любит Господь. Слава Тебе, Боже Всебогущий Благодарю Тебя, Господь, за тело Твое Благословен Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам хлеб из земли А наипаче благодарю Тебя сегодняшним вечером За хлеб, сошедший с небес За Иисуса Христа, праведника Благодарю Тебя за плод виноградной лозы А наипаче благодарю Тебя за лозу небесную О, великий виноградарь, Отец Мой, слава Тебе Папочка, Папа, Ава, Отче Спасибо, Господь, спасибо, спасибо за Твою любовь Ты самый хороший, Ты самый добрый Ты самый красивый Ты самый, 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 самый умный Самый сильный, самый, самый, самый Во всей Вселенной Спасибо, спасибо, спасибо Спасибо, Господь, спасибо, спасибо Братья, сестры, ешьте Пейте Нет никакого, ныне, нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе Спасибо Тебе, Господь, спасибо Аминь, 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 аминь Ешьте, пейте, принимайте причастие Рассуждая о теле и крови Господа Иисуса Христа Пусть Бог благоставит вас Каждый сейчас Даже если мы причащаемся в многотысячном собрании Все равно каждый из нас причащаться должен Как один на один с Богом Это таинство очень интимное Это таинство любви Это таинство Когда ты понимаешь Не просто за весь мир в целом Это проще даже себе как-то вот Объяснить, представить Человеку Чем тот факт Что лично за меня Он пролил свою кровушку Лично за меня Он умер Лично за меня И для моего оправдания Он воскрес Это сложнее И поэтому причастие Это очень индивидуально Очень интимно Душа и Бог Бог и душа Это Богочеловечество Богочеловечество И человека Божие Бог и человек Человек и Бог И соединяющим началом Здесь является вот Чаша, да Кровь Христа Тело Христа Я и Отец одно И совершенная любовь Изгоняет Всякий страх Спасибо Господь Спасибо Благоставляю вас Всех друзья Братья и сестры Ивночка тоже пишет Аминь Слава Иисусу Благоставляю вас Принимайте причастие Сегодня Рассуждайте О теле и крови Христа Ну а в завершение субботы Я И не просто в завершение субботы А еще и продолжая Да Новомесячие Да Сегодня ночью Можете полюбоваться Ну Немного облачно Правда сейчас в Киеве Но Надеюсь ночью будет видно Хорошо Зарождение Новой Луны Да Нового месяца Да Прекрасный праздник Удивительный Шафары Трубят У меня здесь нет шафара Но я Вот включаю На ютубе есть много разных Записей С шафаром Вот Включаю Радуюсь Благодарю Бога Всемогущего Вот Слава Господу Да и весь этот месяц Элул Наступающий Сегодня вечером Он Ознаменован Как раз И над трублением В шафары Призыв к тшуве Призыв к метанои Да по-гречески Покаянию Переосмыслению Аллилуйя Спасибо тебе Господь Весь этот месяц Элул Я планирую провести Здесь Как раз В Украине Рассуждая Молясь об этом Вот Буду делиться Тоже Как раз Покаянными Этими Стихами Покаянными Этими Переживаниями Тшувы Метанои Вот Это очень Это благословеннейшее Время Вообще Трепетной любви Месяц Трепетной любви А 29 Ну это сегодня Начинается месяц Заканчивается он Получается Вечером 29 сентября Вот И С 29 Сентября На 30 В ночь Мы Встречать будем С вами Новый год Потому что Да Остается Вот этот Последний месяц Элул Последний месяц Уходящего 5779 Года От сотворения Мира От нашего Пра-пра-пра-пра-пра Много раз Пра Пра-отца Нашего Адама Ветхого Адама Слава Богу Сегодня я читал Как раз на служении Тоже о новом Адаме Об Иисусе Христе И удивительное совпадение И рождение Первого Адама И рождение На земле В очеловечении Второго Адама Они совпали Как раз с этими Осенними праздниками Библейскими праздниками Это Прекрасно Прекрасное совпадение Вот Как говорил Его Чарльз Пэджин Его Величество Случай Это псевдоним Его Величества Господа Бога На самом деле Это не просто совпадение Это Исполнение Божьего Слова Божьего обетования Слава Тебе Господь Поэтому Да В прошлые годы Позапрошлые годы Насчет Служения Когда мы в сентябре Поем Рождественские гимны Псалмы Конечно Многим чудно это И люди порой Обычно принято В христианской традиции Религиозной Антисемитской К сожалению Такой традиции О Рождестве Машеха О Рождестве Христа Говорить В конце декабря Начало января Но Исторически Иисус родился Ну по нашему Получается в сентябре Как раз В исполнении Этих осенних Праздников Да Частично исполнились Они уже Частично В малой степени А в большей степени Они еще Исполнятся Предстоящие нам Осенние праздники Это праздники Будущего Аллилуйя Возвращение Христа Гляди Господи Иисусе Возвращайся Поскорей возлюбленный Вот И его Тысячелетнего царства Празднества Аллилуйя Аллилуйя Вот Но Из года в год Мы вот да Благодарим Бога Поем рождественские гимны Там Тихая ночь Святая ночь Сейчас Christmas time Да Можно это тоже спеть Дремлет все Лишь не спит Мария Остается до рождения До того Как она родит Последний месяц Уже поздний срок беременности Да Иосиф Мария Они путешествуют Они В Вифлееме Иудейском В благоговенье Святая чета Именно в это время Все это происходило Чудным младенцем Полных сердца В радость В душе их царит Радость В душе их царит Аллилуйя Тихая ночь Аллилуйя Аллилуйя Спасибо тебе Господь Так что осенние праздники Впереди И вот последний месяц Элул Наступающий сегодня вечером Месяц Я напоминаю Трепетной любви Радуйтесь пред ним С трепетом Месяц трепетной любви Они Ле Доди Ве Доди Ли Я в моем возлюбленном Я ему всецело Без остатка принадлежу А он принадлежит мне Навсегда 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 Аллилуйя Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо О Спасибо В сердце только ты один живешь Мой родной И самый драгоценный Знаю Скоро ты за мной придешь Придешь Господин и царь Над всей вселенной Господин и царь Над всей вселенной В сердце только ты один живешь Мой родной И самый драгоценный Знаю Скоро ты за мной придешь Придешь Ты грядешь Господин и царь Над всей вселенной Господин и царь Над всей вселенной Только Только ты один для меня И не другого Только 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 ты один И я тебе мой Бог Принадлежу Только Только ты один для меня И не другого Только 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 ты один И я тебе Господь Принадлежу В сердце В сердце Только ты один Живешь Мой родной И самый Драгоценный Знаю Скоро ты за мной Придешь Ты грядешь Господин и царь Над всей вселенной Господин и царь Над всей вселенной Гряди Господи Иисусе Гряди Господь Аллилуйя Благодарю тебя Господь За сегодняшний вечер Завершение Шаббата Седьмого дня Твоего Святого дня И за такое Трогательное Завершение Пятого месяца Библейского календаря Благодарю тебя За завершение Месяца Ав Благодарю тебя И за Начало Месяца Элуд Месяца Трепетной Любви Благодарю тебя Что с сегодняшним Вечером Боже Звучат Небесные Шафары Трубы На небесах И пригласи Архангелов И звучание Труб На небесах Свершается Таинство Любви Господь Благодарю тебя Что вот этот Начинающийся Сегодня месяц Боже Месяц Трепетной Любви Месяц Шафаров Месяц Трубления Месяц Размышления Месяц Шувы Покаяния Исправления Боже Свыше данного Хранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом Своим И Покаяния